День приема главы в течение двух лет неизменно понедельник. Сергею Сергею выйдут за помощью в жизни на важных вопросах. Наталья Кондакова выступает в защиту интересов 11 семей, проживающих за станицей Анапской на территории садово-огороднического товарищества «Колос». Объединившиеся вокруг проблемы люди решают вопрос с установкой частной подстанции. Просьба к главе посодействовать в согласовании и выделении земельного участка под ПТС. Мы получили в юго-западных сетях техусловия, нам их дали, подписали договор, получили добро на ТУ на совместный подвес. То есть, чтобы не ставить свои столбы, мы будем ставить их на столбы, вешать торсаду на столбы юго-западных электросетей. Нам написали последнее письмо 25 сентября, в котором они в конце это пишут, что ждут предложения органов местного самоуправления. Устно они нам пояснили, что органы местного самоуправления пусть несут предложение, мы его рассмотрим, какой будет ответ, положительный или отрицательный, мы сообщим. То есть, смысл в том, что мы подготовили все. Это, поймите, ни одного дня, ни двух дней каприз. Мы работали над этим почти год. Сергей Сергеев пояснил заявительнице. Ход вопросу уже дан. Администрация направила соответствующее письмо представителям СОД «Колос». Осталось дождаться ответа. Препятствий к установке подстанции быть не должно. Часто главе города-курорта идут те, кто не согласен с решением суда по тому или иному вопросу. Виктор Кузнецов считает, служители Фемиды несправедливо отказали ему в признании пострадавшим от стихии несколько лет назад. Выход в такой ситуации только один – обжаловать решение, объяснили заявителю. Многие вопросы касаются социальной сферы. Как подчеркивает Сергей Сергеев, на их решение идет львиная доля расходов муниципального бюджета. И все дополнительные доходы также направляют на то, чтобы сделать жизнь анапчан комфортнее. Продолжение следует...